Добрый вечер! В эфире Океарская студия теле-радиовещания. Выпуск новостей. Последние события из жизни района в материалах наших корреспондентов. В студии с вами я, Фаниля Баширова. Металлургия – одна из важнейших отраслей промышленности. Без металлургов, специалистов металлургии было бы невозможно обеспечить работу предприятий тяжелой и легкой промышленности. Металлурги Буребаевского ГОКа очередной свой праздник встречают с хорошими показателями. Напомним, сегодня Буребаевский ГОК – это промышленный комплекс развитой инфраструктуры, в состав которого входят такие крупные производственные участки, как Октябрьский подземный рудник, обогатительная фабрика, автоколонна номер 1 и номер 2, ремонтно-механический цех, энергоцех, ремонтно-строительный участок, химолаборатория и отдел технического контроля. С небольшой экскурсией по этим цехам перед профессиональным праздником металлургов прошлась и наша съемочная группа. Металлургия – это область науки и техники, которая охватывает процессы получения металлов из руд или других материалов, изменения химического состава, структуры и свойств металлических сплавов, придания металлу определенной формы. Для людей, которые работают в данной отрасли, это определение звучит намного проще. Металлургия – это то, чем они занимаются здесь каждый день. Канун празднования Дня Металлурга объединяются рабочие разных профессий – от заливара до начальника цеха. Ведь славных мастеров этой нелегкой профессии в Буребайском ГОКе более 800 человек. Наиль Ильясов на протяжении 35 лет является обладателем непростой профессии – фрезеровщик-строгальщик. Работа говорит только в радость, ведь мечтала на ней еще с детства. В Буребайском ГОКе подготовлены высококвалифицированные кадры инженерно-технических работников, проходчиков-обогатителей. Немало среди них перспективных молодых специалистов. У Данила Гониева сажа работы сравнительно небольшой – 5 лет. Но за эти годы он успел освоить многие сферы этой отрасли. Я работаю здесь технологом. Сейчас, в данный момент, пока. В принципе, я работал здесь и мастером, и машинственной мельницей практически везде. Работаю уже больше 5 лет. Как таковой я особенно ее не выбирал специально. Просто получилось как бы с течением времени. Так что попал сюда, а уже будучи здесь, понравилось. Закончив Сибайский горный колледж, я придел сюда на практику. Прошел практику здесь, мне понравилось. И в дальнейшем уже, когда стал здесь работать. В общем, интересная работа, такая увлекательная. И стремишься к тому, чтобы как можно больше извлечь металла из руды. И стремишься к тому, чтобы повысить качество. Ну, то есть, как бы, есть стимул к чему-то. Профессию металлурга легко не назовешь. Но, несмотря на это, здесь трудятся и представители прекрасной половины человечества. По поводу выбора своей будущей профессии даже не задумывалась. Прямиком пошла по стопам своей массе, признается Татьяна Харчевникова, специалист отдела технического контроля. С тех пор прошло пять лет. И за эти годы, говорит Татьяна, она приобрела большой опыт и ответственная работа ей по плечу. Ну, работа нравится. Конечно, вообще процесс очень интересный. Производить отбор проб. Мы, как говорится, видим реальную картину. То, что поступило на фабрику и то, что получили уже в конце процесса. Как раз вот в этом и заключается наша работа. Чтобы показать реальную картину, как отработала фабрика. То есть, что привезли. Привезли содержание, допустим, 2%. Из нее фабрика извлекла медь. И мы уже концентрат получили до 20% повышать. Вот в этом, в принципе, и заключается работа отдела технического контроля, чтобы показать реальную работу обогатительной фабрики. Особым звеном в работе предприятия является химическая лаборатория. Здесь работа не прекращается даже ночью. Здесь, значит, основная работа в аналитическом зале заключается, как вот сказать, для технологического процесса на обогатительной фабрике. Здесь работает круглосуточно, по 12 часов две смены. В общем, делаем мы для фабрики исходную руду определяем. В ней медь, цинк, потом, значит, отварные хвосты, которые идут в хвостохранилище, технологический концентрат и готовая продукция – это талантный концентрат, который мы отбужаем в одноголосном. Первичным звеном цепи производства, безусловно, является шахта, от стабильной работы которой зависит успех всей деятельности комбината. Неплохими результатами встречают праздник петалургов и они. По всем показателям у нас в пределах плана. За этот год запланировано 220 тысяч тонн руды добычи. Каждый месяц запланируем 18 тысяч тонн руды. Обязательно мы обязаны выдать, что мы делаем, перевыполнение 19 тысяч тонн. Каждый месяц мы его даем на гараж. Стратегическим направлением развития Буребаевского ГОКа является расширение сырьевой базы, реконструкция и техническое перевооружение основных фондов предприятия с целью создания современного производства, обновления всего его цикла, обеспечивающего повышение эффективности, энергосбережения и экологическую безопасность. Для восполнения запасов минеральной сырьевой базы на руднике продолжается строительство нового эксплуатационного ствола «Южный». Сдать объект планируется в 2013 году, пост которого позволит достигнуть годовой мощности 400 тысяч тонн руды в год, а ресурс составит 12 лет. Для проходки ствола с гайской площадки на промплощадку ствола «Южный» была доставлена подъемная машина, проходческие лебедки, на которых было установлено подвесное оборудование, то есть проходческий полог, кабельные системы, трубопроводы. И начата проходка ствола. На данном этапе пройдено 130 метров ствола. Строительство должно закончиться в середине 2013 года. То есть ствол должен быть полностью пройден, и установлена армировка ствола. Экономику района сегодня трудно представить безосвоение медно-калчетанных месторождений, развитие цветной металлургии. Буребайский ГОК, созданный в свое время как золото-добывающий рудник, многие годы был единственным промышленным предприятием в районе, и наряду с сельскохозяйственным производством вносил весомые вкладки в социально-экономическое становление и развитие. Именно поэтому широкий спектр вопросов, связанных с развитием металлургии и качественным улучшением жизни горняков, всегда находится в центре внимания. Но День металлурга остается одним из долгожданных праздников в районе. Ведь обладатели данной профессии – это люди, создают из металла настоящие чудеса. Фаниля Баширова, Гульнадзик Шегулова, Рустам Иманголов, Служба новостей. В хозяйствах района полным ходом идет заготовка кормов. После проливших дождей погода благоволит агрария. Мессельхозреспублики призывают сельхозпредприятия как можно быстрее заложить в амбары побольше сенажа. В этом году хозяйство должно изрядно потрудиться и заготовить корма с избытком. О ходе сенокоса в крестьянско-фермерском хозяйстве «Власенко» смотрите в следующем сюжете. Солнце изнуряет утомительной жарой, но хайбульские крестьяне ловят каждый солнечный день. Пока нет дождя, надо успеть закончить сенокос. В этом году задача аграрии – заготовить кормов полтора, а то и в два раза больше. В случае засухи запаса трав должно хватить и на следующий сезон. Это в хозяйство хорошо понимают и вводят на поля все имеющиеся ресурсы. Ведь многие хозяйства республики в прошлом году из-за засухи вынуждены были приобретать корма в других регионах. На нынешний сенокос – большая надежда. В прошлом году была засуха, такого травостоя не было в этом году, намного лучше. Сейчас косили мы ковылы до этого, вот выехали на костры-житники. Через неделю закончим житники-костры и приступим к бурьянам, да к сеянным травам – это суданки. Мы засеяли 200 гектар суданки, вот убирать ее будем. На полях хозяйства трудятся не только механизаторы. На Мансура Акчурина возложена непростая миссия. Мужчины готовят, а женщины лишь тряпы, считает он. Второй сезон подряд кормит он рабочих хозяйств во вкусном и сытном обедом. Рабочие приходят с большим аппетитом. Как работают, так и едят. Пока варится обед, труженики полей спешат как можно больше заготовить кормов. Травостой нынче хороший, говорят они, вспоминая прошлый непростой год, когда в ход шли и бурьяны, и брошенные поля. В этом году съеду большое многое. Наверное, управимся на этот год. Теперь много работы, по работе, пока с ним. В этот момент работаю на Сагребае, на Т-16. Всю жизнь механизатором, считай, с малых лет. Сейчас на сенокосе, потом на уборку. Работаем с братом, помогаем друг другу. Поддерживаем друг друга. Прошлый год с движкой толкали, в этом году пресс какой-то. Прессом лучше. Фермерское хозяйство властников всегда в числе лидеров, где работы ведутся оперативно. Работаем допоздна, говорят они. Автопархозяйство в этом году пополнили новые тракторы Т-4 «Алтай», МТЗ-82, КАМАЗ и сельхозорудия. Большим помощником в сенокосе этого года оказался пресс-подборщик, подаренный президентом Рустемом Хамитовым во время Сабантуя. Подборщик для хозяйства как нельзя кстати, говорит Николай Властенко, рассказывая о его преимуществах. В том году у меня было на подбор сена три сдвижки, три трактора, которые сдвигали, сталкивали в кучу. И мы не успевали за сенокосилками сдвигать. На сегодняшний день нам же подарили президентский подарок. Он один успевает за этими тремя агрегатами. Он быстро, удобно, скидывает, еще даже успевает быстрее. Даже время есть, может перейти на другое. Очень быстро. На небольших, на первый взгляд, ометах на самом деле более 150 тонн сена. Внутри запрессованы тюки до 500 килограммов каждые. План по заготовке кормов на сегодняшний день выполнен на 80%, но хозяйство привыкло готовить с запасом, поэтому работы будут продолжаться до конца лета. Помимо этого, хозяйство планирует заготовить фураж и сделать ставку на заготовку сенажа. Фаниля Баширова, Вильдан Алчинов, Рустам Иманголов, Служба новостей. И в продолжении темы. На этой неделе в Уфе в здании Министерства сельского хозяйства Республики Башкорстан прошла торжественная церемония. Министр сельского хозяйства Эрнс Исаев вручил награды победителям конкурса среди представителей средств массовой информации по Сенай-2011. Памятным стал этот день и для нашего коллектива. Свой четвертый день рождения коллектив Акерской студии телерадиовещания был удостоен в данном конкурсе третьего места. Желаю вам, чтобы все ваши добрые дела, добрая энергия, которую вы даете через средства массовой информации, позитивные настроения, творческие успехи всегда оставались с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!